Война Светлана и Николай Шаповаловы, служивший в Афганистане полковник Виктор Бяков, председатель комитета воинов-интернационалистов Юнус Назаров. Все они вспомнили о войне и о ее жертвах. Игорь Шаповалов был награжден за подвиг посмертно орденом Красной Гвоздики. Символично, что именно эти цветы возложили к вечному огню его родители. Своя вьюга задула в лица детям Кабула, ослепила бойцов, знавших холод и зной, быть бы вместе им. Но половина быкует, половина воюет. Ну а лучшие люди в лучшем мире давно тихо спят мертвым сном. Вот такое кино! О своей материнской драме рассказала нам Светлана Григорьевна. Я живу тем, что живые ребята есть вокруг. И нет такого молодого человека, который служил в Афганистане, чтобы я не переживала так же, как за своего сына. Ну и правильно сказали, что Горький правильно сказал, нет хуже горя матерей, чем пережить своих детей. У нас всегда, всегда наш дом, всегда полный открытый, двери для наших ребят-афганцев. Воспоминания наши остались добрые, отзывчивые, всегда улыбающиеся, любящие своих родителей. Он привык к тому, и мы привыкли, что у нас дружная семья была. Всегда были походы в город, мы отдыхали вместе. Он заканчивает ПТУ-12 с отличием только для того, и вот какой-то миг все перевернуло, чтобы поступить, учиться в высшем морском училище. Но когда он призывался в армию, вот он добровольно пошел в десантные войска. Ну а десантные войска всегда там, где трудно. О роли комитета воинов-интернационалистов в жизни бывших солдат рассказал ее председатель Юнус Назаров. Кирский союз воинов-интернационалистов был вновь создан в 1995 году. При помощи покойного мэра города Сафонсова Александра Сергеевича был возведен этот монумент. Я считаю, в школе гимназии номер 3 имени Короленко очень хорошая традиция помнить своих выпускников, которые выполняли свой интернациональный долг на территории Афганистана. Одним из этих выпускников является Игорь Николаевич Шаповалов, который учился в этой школе и отдавая дань, память и уважение его подвигу, и то, что он является выпускником и отмечен высокой наградой Родины, проводятся ежегодно эти линейки. Еще одним уроком патриотизма стала прошедшая линейка для учащихся школы. Им бы звезды не на погоны, не на могиле, не на грузике. Им бы звезды неба родного. До здоровья, до жизни вернули. Нет, не трусили, погибали, но же в мужество, славу и честь. Гром цинковые ходивали, черные птицы летела есть. Севастополь хостом нам стал, белый дом, как горящий паншер. И здесь под грозным в меня стрелял. Там любимый мной офицер и сережки содрал сестры. Война в Афганистане будет жить вечно, напоминая о собственной ненужности. Лиза Азарова, Анатолий Мышкин. Специально для Керчнет ТВ.